Вообще ощущение, как будто я в киберпанке. Странное ощущение. Всем привет, меня зовут Алексей, мы находимся в московских Альпах, и сегодня мы будем тестировать крепление Клю. В одном из прошлых роликов мы подробно рассказали про них. Сегодня посмотрим, как они в действии, насколько это удобно, насколько хорошо они фиксируют ногу, и развеем все сомнения по поводу этой системы или добавим сомнений. Посмотрим, как получится. Я предпочитаю ставить градусы 6, минус 6. Кому-то это может показаться слишком мало, мне нормально. Да, газ педаль не очень удобно ставить. Но с другой стороны, и крепы мы ставим не раз в 10 минут. Один раз поставим, и все. Как по мне, у болтиков слишком большой крест. Отвертка в нем нестабильно стоит. Не так это просто. Без ботинка. Да, с остановкой креп, придется повозиться. Да, с ботинком вообще легко. Просто поднять крышку, не сняв задник, довольно проблематично. Да, но болтики реально прям вот, типа, ощущение как будто сейчас сорвет. Так. Опа. Ха. Вихай вы проблем. Элитл проблем. Я хрен знает, что с ней. Ха. Так, откручиваю. Короче, у передних стреп не хватает хода. То есть они, в отличие от классических, не ходят полностью. А вот они как-то, блин, придется снять полностью крепко. А здесь чего у меня? А здесь у меня, кстати, так же. Интересно, там она у меня в какой позиции стоит. Короче, вот тут вот стрепа, видишь, она, типа, ну, вообще не ходит. Ни туда, ни сюда, никуда. И это странно, потому что я первый раз такое вижу. Ха. Ну ладно. Ставим, как ставится. Что делать? Или это, типа, нормально? Понял я ее через силу, она. Ну, посмотрим сейчас. Ну, как бы, это все, вот эти все минусы, они не влияют на основную цель креплений. Да, просто установка немного необычная. В сравнении с другими креплами. Чуть-чуть непривычно. Так, теперь получается, ой, блин, широко, походу. Давай, видим. Попробую настроить их здесь один раз. И поприкалываться что-нибудь. Да, передний стреп нужно настроить. Видимо, это сделано для того, чтобы, когда я выстегивал как степ-ин, чтобы потом быстро попасть и ничего не настраиваться. Поэтому он так крепко держится. Блин, верхний стреп вообще крутой. Ну вот, как-то так получается. Попробовать вытащить ногу? Ну вот, и я такой, да? Хоп-хоп. Ать! Короче, надо привыкнуть к системе. Не так быстро у меня получается, как хотелось бы выскочить из нее. А что, получается, я могу и второе, и вот так вот. Ой, какой легкий сноуборд. Каблучок, да, чувствуется. Вообще, ощущение, как будто я в киберпанке. Странное ощущение. Но, в целом, вроде неплохо. Кстати, возможно, возможно, если ходить пешком в парке, во-первых, это быстро, а во-вторых, ботинок не так быстро убьется, потому что хайбек его держит постоянно. Что, получится быстро впрыгнуть в него? Ну вот, я уже в них. Прикольно. Короче, смотри, видишь, когда встегивался, влетел криво. Вот, но она все равно держит. Вот, но можно... Опа! А вот это как? А, нужно... Нифига себе! Чтобы расстегнуть эту стрепу, это не так просто нужно поднять вот этот замок и только потом расстегнуть. Вот он поднимается, а так он поднимается крайне плохо. То есть, мы поднимаем замок, только потом расстегиваем. Иначе сам замок не дает механизму подняться и оторваться от трещотки. Тоже нужно привыкнуть к такому. Ну что, кто до кассы едет? Главный плюс, доска очень легкая становится. Очень легко ее носить. Легко и быстро пристегиваться. Бах, готово. Бах, готово. Снег не мешается. Все очень быстро, качественно. То есть, не нужно заморачиваться, нагибаться. И мы готовы ехать. Что, стартуем? Короче, стэпдаун, радуга, черная. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Оп! И я уже готов! Первый проезд мне пока вообще кайф! Доверился креплениям, все хорошо работает, как будто и не степы. Прокатился на креплениях, все понравилось. Люфта никакого нет, встежка быстрая, снег нигде не задерживается, хотя сегодня он быстро превращается в лед. То есть сначала мне показалось, что он замерзает на элементах крепежа вот этого хайбека. По факту он сам оттуда вываливается, когда я вставляю ногу. То есть форма крепления базы сделана очень продуманно. Застежки сделаны специально, чтобы их было нелегко расстегнуть, чтобы в процессе катания, когда я использую крепления по их конкретному назначению, то есть быстрая встежка, чтобы настройка крепления не сбивалась, сбить настройку крепления не так легко, это хорошо. То есть мне не нужно заморачиваться, и я могу просто кругами носиться и не нагибаться к сноуборду вообще. Вот, продолжаем тестить, все, сейчас посмотрим. Ебать! Итак, крепления Clue протестированы. Я на них покатался в московских Альпах. В целом могу сказать, что сама система мне понравилась. Это очень удобно. Удобно, что можно использовать крепление как классическое, так и степ-ин. За свое катание здесь я ни разу не нагибался к доске, чтобы что-то поправить, стряхнуть снег или поправить стрепы. Все работает прекрасно, они фиксируются. При первой застежке я их настроил и больше не трогал вообще. Встегиваться можно прямо на ходу. Перед подъемником также. Подъехал к подъемнику, вытащил ногу, и сразу уже ты на бугеле. Из минусов могу заметить, что, скорее всего, когда снег будет липкий, например, при плюсовой температуре и свежем снегу, он будет забиваться немножечко под пятку. Сегодня такого не было, потому что сегодня идеальная погода, примерно минус 3. Но это по моим ощущениям. Конечно, нужно больше тестов, чтобы понять это наверняка. Сама анатомия, так скажем, креплений мне понравилась. Ногу фиксируют они четко. Производитель указывает жесткость хайбека 7. Я считаю, что так оно и есть. Мои крепления с жесткостью 5-6, то есть 5 хайбек и 6 база. И по сравнению с ними вот эти крепления жестче. Они лучше фиксируют ногу. Мне это лично очень подходит. Из минусов также можно отметить, что хайбек практически не регулируется. Регулируется только угол наклона. Но конкретно мне это не нужно. Я градусы ставлю 6-6, что, в принципе, практически параллельно заднему конту. То есть, если ваш градус крепления маленький, вам не покажется это минусом, даже плюс. Чем проще конструкция, тем меньше вероятность, что она сломается. Креплением мне пришлось прикатываться. Я встегнулся и сразу начал делать свои трюки, которые, в принципе, делаю всегда и на своем стаффе. Кстати, тестил я крепления на своей доске, к которой я максимально прикатан, чтобы понять полностью крепления, все плюсы, все минусы, о которых вам, в принципе, только что рассказал. Как итог, могу сказать, что я бы себе такие крепления взял. Возможно, я бы взял их вторыми креплениями. Вероятнее всего, будет непривычно первое время, но мне хватило, наверное, минут сорок, чтобы полностью к ним привыкнуть и довериться. Люфта никакого нет, посторонних звуков нет. Встегиваются они идеально быстро. Изначально мне показалось не очень удобным, что передний стреп не ходит. То, что отстегивается он двумя замочками, то есть нужно поднять основной и потом замочек отстежки, чтобы выстегнуть. Покатавшись на них, я понял, что производитель продумал все до мелочей. Это сделано для того, чтобы случайно не сбить настройку крепления во время катания. По поводу фрирайда. Могу сказать, что во фрирайде с ними будет довольно удобно, так как вы можете использовать их как классические крепления. Если вы катаетесь на курорте, то на кресле или на бугеле вы отстегиваете их как степ-ин. Уезжаете во фрирайд, где-то во фрирайде вам нужно отстегнуться. Вы можете отстегнуться как от классического крепления, чтобы потом не было проблем в глубоком снегу с застежкой. Да, для доски нужен упор. Довольно мощный упор. То есть отротраченная трасса это идеальный упор для того, чтобы встегнуть их как степ-ин. Возможно, в пухлом снегу они так легко не встегнутся. Нужно тестировать. В целом технология имеет место быть. Я понимаю, почему она получила премию на ИСПО. Это реально что-то новое. Данные крепления вы можете приобрести во всех магазинах СКВОД. Онлайн, офлайн, а также в новом магазине, который вот-вот откроется на Таганской. Это практически центр Москвы. Магазин будет очень крутой. Там будет презентация этих креплений. Скорее всего, я лично буду про них рассказывать. Приходите обязательно послушать. Да и в целом, когда мы откроемся, навещайте наш магазин. Там будет много интересного, эксклюзивного стаффа, такого, как эти крепления или суперкрутые доски с позаоблачным ценом для реальных коллекционеров и ценителей. Но об этом позже. Чуть не забыл. В прошлом видео мы разыгрывали эти крепления, но не рандомайзером, а по комментариям, который комментарий нам понравится больше всего. Это забавно, но нам понравился комментарий пользователя с ником Настель2009Киселёв. Твой комментарий самый, наверное, объемный, с критикой, что в целом очень хорошо. Свяжись со Squat'ом через любой аккаунт, будь то Инстаграм, ВКонтакте. Напиши, я победил, давайте сюда крепление, и мы вышлем тебе нужный цвет, нужный размер туда, куда скажешь. Все, на этой ноте предлагаю заканчивать данное видео. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал Squat, ставьте лайки. Всем удачи, пока. Увидимся на склонах. Субтитры сделал DimaTorzok